Благословенный Господь Бог наш народа и даровавший нам Тору. Благословен Господь, давший Тору. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Фу, я забегался. Но, знаете, после недельной площадки это цветочки, поэтому нормально, можно бегать. Хорошо, друзья, у нас сегодня недельная глава называется Пинхас. Пинхас. Очень интересная глава, это описывается в честь одного хорошего человека. Он описан в главе, который совершил очень героический подвиг, поступок, такой даже дерзновенный поступок, когда прекратилось потом, после этого прекратилось поражение народа. И это книга Бимбдарда, числа 25 глава. Я хочу кратко о главных событиях в этой главе. Первое – это грех Израиля. Дочери Маава соблазнили народ. Наказание греха. Но, знаете, что грех, он не будет не наказан. Грех всегда наказывается, потому что Бог, он грех ненавидит, но любит человека. Благочестивая ревность Финеса, и Бог одобряет поступок Финеса. И я бы хотел прочитать числа, ну, с 25 главы, несколько стихов. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господина Израиля. Израилю удалось избежать проклятия Валаама, но тут он попадается в другую сеть. Это блуд. И эта ситуация, она говорит о том, что, знаете, сатана, да, лукавый, его задача всегда, потому что, ну, на самом деле, грех, он всегда, он уводит человека от Бога, да, он уводит народ от Бога, он разделяет народ с Богом и уводит его. И его задача, если его планы, да, не состоялись в этом, он будет пытаться зайти с другой стороны. Итак, сколько Израиль сражался, Бог давал победу, и они, скажем так, пали не от меча, а от блуда. Ну, так бывает. И вот сатана, он нашел другую лазейку, да, то есть через обман, через именно вот блуд, да, через это коварство повлиять на них. И в чем же был их грех? И грех, он был телесным и духовным. Стих 3 говорит так, и прилепился Израиль к Валфигору. То есть коварство греха, оно дает прилепиться, то есть оно отлепляет от, особенно, если касается даже в данном моменте, да, грех блуда, то есть он отлепил их от Господа и прилепил их к Валфигору. Но кто такой был Валфигор? Это был маовитский Бог, ну, в кавычках. Это культ, которого состоял в самом грязном сладострасти и распутстве. И вкушая эти жертвы, принесенные идолом, они прилепились к этому Богу. Апостол Павел, да, Равшауль, он выдвигает как основание, да, почему христиане, они не должны есть принесенные идолу, потому что тем самым они прилепляются. В данном моменте здесь говорилось, да, о таком телесном, да, как бы телесной, как бы, пище. Но так же самое есть очень много духовной пищи, которая не со стола Господа. В этом мире, да, есть много духовной непотребной пищи. И очень важно, когда мы имеем общение, да, то есть мы прилепляемся к этому, то сатана, он имеет на это власть. И вот интересно, как бы, момент второй, да, я хочу поговорить еще дальше о Финесе. Что особенного сделал Финес? Давайте я еще раз прочитаю. Это 6 стиха по 13. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадия Тянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых. Когда они плакали и входили в скинии собрания, Финес, сын Ильязара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих копьем. Израильтянина и женщину и чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финес, сын Ильязара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых. Возревновав по мне среди их, я не истребил сынов Израилевых по ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. И вот что особенного он сделал? Писание говорит, что у него была ревность по Богу. И ревность по Богу, она порождает ненависть ко греху. Мы можем убегать от греха, мы можем остерегаться, это все правильно. Писание тоже об этом говорит. Но есть такое состояние внутреннее, как ненависть. Бог, Он любит человека, но Он ненавидит грех. И одна из единственных расправ с грехом, это Его ненавидеть. И именно когда мы будем страстно, да, именно вот Его желание, Он увидел, что происходит, как Давид, помните, да, в истории, когда он увидел, что поносят, да, поносят Бога Израилева, и Голиаф поносил народ израильский. Он не просто стоял в стороне, но у Него был внутренний, как Он может, как Он посмел оскорблять Бога, как Он посмел оскорблять Божий народ. Я думаю, это состояние ревности к Богу, оно именно производит ненависть ко греху. И когда мы на самом деле, да, мы будем ненавидеть грех, то он не будет иметь ни силы, ни власти. Книга Откровения, да, помните, Ишоа, он, обращаясь к церкви, он говорит, ой, если бы ты был, да, холоден или горяч, то состояние, страстное состояние, ну, к Богу. Ну, как ты тепл, да, то есть я думаю, что это состояние, почему, да, Финес, да, и вот называется именем глава его, почему он вошел? Не просто из-за какого-то поступка, ему что-то не понравилось. Писание, да, говорит, что Бог благословил его и весь род. Написано, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. И вот интересная, как бы, глава, да, она говорит о том, что мы должны ненавидеть грех, но ненависть, она приходит от того же, когда мы на самом деле ревнуем о Господе. Почему мы должны ненавидеть грех? Есть два момента, потому что первый самый, потому что грех привел нашего Господа на крест. и что он умер на кресте, да, он умер, отдал свою жизнь, потому что грех разделял нас. Поэтому это главное первое событие. И второе то, что грех, он разрушает человека, он уводит нас от самого главного, от того, кто дает нам милость, благодать, от того, кто дает нам все. Поэтому есть две причины, почему, да, народ Божий, почему мы с вами, я, вы, мы должны этот грех ненавидеть. Не играться, не заигрывать тем более, но его ненавидеть. Поэтому поступок Финеса, да, то, что он сделал, Бог его одобрил. Поэтому пусть Господь вас благословит, иметь ревность по Богу, иметь желание служить Ему и ненавидеть грех. Пусть Бог благословит вас. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым ицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо на тебя, Господь, и даст тебе свой шалом. Исцеление, благодать и милость.